Друзья, привет! Это самая культурная рубрика «Пробудись, Калча!» Меня зовут Влад Иваненко, и мы начинаем! Фотограф-документалист ранее Матар решила привлечь внимание тому, что чаще всего остаётся вне кадра, а значит и вне зоны всеобщего внимания. «Невидимые дети» – такое название получил щемящий душу фотоцикл о сирийских и палестинских беженцах, переехавших в Ливан. Фотопроект о тех детях, чьи родители обрекли их на нищету и отчуждённость в надежде найти новое будущее. Сама ранее в Ливане родилась и выросла, и потому очень хорошо знает нравы этой страны. Проект стартовал в 2014 году. Тогда она работала над серией фотографий о жизни женщин в разных странах мира и переехала в Ливан. Увидев детей на улицах, поняла, что эту тему невозможно обойти вниманием, и первый же мальчик, с которым она заговорила, оказался настолько похож на её сына, что сомнений больше не оставалось. Ранее была уверена, она должна помочь беженцам привлечь всеобщее внимание к этой проблеме. Смерть не является преградой для новых достижений, и Майкл Джексон это доказывает. Недавно поп-икона установил новый финансовый рекорд. Причём как среди уже мёртвых исполнителей, так уже и среди живых. Дело в том, что с середины 15-го года по середину 16-го Майкл Джексон заработал 825 миллионов долларов. И это позволило ему подняться на первую строчку издания Forbes в списке самых доходных умерших знаменитостей. Стоит отметить, что он держится на первом месте в этом списке уже 4 последних года. На втором месте, к слову, тоже умерший творец художник Чарльз Шульц, который является автором комиксов Peanuts. Даже если вы о нём ни разу не слышали, смеем уверить, на сегодняшний день данный комикс считается одним из самых популярных в мире. Третье место у гольфиста Арнольда Палмера, который заработал порядка 40 миллионов долларов. Так что пока ты ходишь в офис, некоторые умершие успевают закрепить свои позиции в списке Forbes. Это было Калча, друзья. Больше уже через неделю. Я Влад Иваненко. Люблю, обневаю вас. Чао.